Всем привет! Днепр на связи 17 июля 14.20. У нас очередной сигнал воздушной тревоги, повышенная ракетная опасность. Что, друзья, по обстановке? Только вот недавно дали свет, чтобы в 4 его выключить и до 10, то ли до 12. Короче, сегодня свет днем. Люди в моей группе очереди отключения увидят на 2 часа, в лучшем случае. При этом, друзья, есть совсем недалеко от меня дома, где люди без света уже более 24 часов. Вчера во время аварийных отключений в 13.00 свет выключили и до сих пор не включили, ссылаясь на то, что где-то сгорел трансформатор, где-то еще что-то, где-то еще что-то. Представьте себе, 24 часа без света и на данный момент вроде как починили, только включили, опять у людей все потухло, потому что вновь рванул трансформатор. Вот такие вот новости. Что же по информации от главы областной военной администрации? Сергей Лысак рассказал нам о том, что в течение ночи нанесились удары по Марганецкой громаде Никопольского района. Было выпущено более двух десятков арт-снарядов. Также утром был нанесен удар по самому Никополю. Применены дроны Камикадзе. Пострадавших и погибших нет. В это же время, друзья, в 11 вечера взрывы были в Затоке Одесской области. Одесса, скорее всего, слышала эти взрывы. Были баллистические ракеты. Порядка трех взрывов слышали люди. Затем силы обороны Юга сказали, что это были Искандер-М из Крыма. В общем, что-то куда-то прилетало. Где-то что-то взрывалось. Что еще, друзья? Массовые видео сейчас заполняют протухшие, пропавшие продукты из различных сетей. В том числе АТБ. Если у меня в АТБ вчера мы тестировали, холодильники включаются и не морозят. То во многих АТБ холодильники не работают. Из-за этого внимательно, друзья, молоко, мясо, шоколадки. Все тает, все пропадает. Будьте очень осторожны. Можно отравиться и не поперхнуться. Что еще, друзья? Например, тоже люди жалуются. Здесь уже и смех, и грех. У нас в городе, на проспекте Богдана Хмельницкого 8, закрыли магазин АТБ. По причине того, что их генератор очень громко работал. Кто-то подал жалобу. И все. АТБ пришлось закрыться. Теперь люди остались без магазина. Жалуются о том, что ближайший через дорогу, который перейти нереально, потому что не работают светофоры. Люди пожилого возраста остались совсем без магазина. Вот такое вот сообщение было. Что еще, друзья? Укрэнерго решила нас порадовать, обнадежить. Говорит о том, что ситуация со светом улучшится. В энергосистему подсоединили еще один энергоблок. Досрочно подключенный атомный энергоблок мощностью 1000... Что-то там. Короче, 1000 Стефанчуков. Представьте себе одного Стефанчука, а тут мощность 1000 Стефанчуков. Вот это все подключено. В общем, посмотрим, как это будет работать. Пока что света нет. Света нет. И ночью, друзья, у нас на улице Космонавтов подожгли очередное военное авто, военный автомобиль. Они облили легко воспламеняющейся жидкостью моторный отсек и все взорвалось. Все загорелось. Что еще, друзья? Днепрянка Влада Роговенко в базе Миротворец. Это одна из тех блогерш, блогересс, которые после удара по Ахмадету призвали к мирным переговорам любой ценой. Владислава сделала достаточно это в резкой форме. Она у себя в Инстаграм разместила сообщение о том, что я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире. Хватит невинных смертей этого ужаса. Но сколько это будет продолжаться? Моей злости нет предела. Я ненавижу власть с двух сторон. В общем, теперь она в базе Миротворец. Также девушку обвиняют в распространении российской пропаганды и ИПСО. Вот такие дела. Что еще, друзья? Сегодня сделали заявление такое, что операторов обязали обеспечить абонентов 10 часами работы мобильной связи. При отключении вместо фактических 4. По факту сейчас и 4 нет. Но если еще мобильная связь как-то можно найти. Интернет пропадает. Интернет очень плохо ловит у многих операторов. Вот такие дела. Что еще, друзья? Сумская область, конкретно Конотоп. Воду будут давать только утром и вечером. По 2 часа. Такая ситуация возникла из-за практического отсутствия электричества в городе. Представьте себе, да? То есть уже и воду дают по часам, утром и вечером. Что еще, друзья? Хорошая новость. После повышения зарплат для помощников депутатов, депутаты берут с бюджета компенсацию на аренду жилья. А сами тратят на автомобили и ролексы. Следствие инфо, ссылаясь на декларации. Примеры привожу вам, дорогие друзья. Это наши бедные депутаты. Я предлагаю открыть сбор. Сбор денег для депутатов. Денег им не хватает для жизни, для путешествий, для того, чтобы они принимали отличные законы, для того, чтобы они наштрафовали. Друзья, всех призываю, любите друг друга, любите депутатов, любите всех-всех-всех. Давайте соберем ей деньги. Ну, посмотрите, что это такое. Страна потратила 65 миллионов гривен на компенсации за аренду жилья для народных депутатов. Тогда как некоторые из них тратят суммы огромные на драгоценности и элитные авто. Народный депутат Сергей Лобазюк за майбутня, партия такая великолепная, получил 317 тысяч гривен компенсации и купил Rolex почти за 400 тысяч гривен. И новые автомобили. Олег Воронько, слуга народа, наш с вами слуга, друзья, получил из бюджета 237 тысяч гривен на аренду жилья. При этом его последняя декларация, там указано, что почти полтора миллиона долларов у него есть, более одного миллиона евро и сотни тысяч в других валютах. Ой, бедный несчастный, давайте заберем денежек, пожалуйста, друзья, задонатьте, задонатьте для депутата из партии слуга народа Олега Воронько. Мало денежек, мало, мало. Валерий Гнатенко, видновление Украины, получил 434 тысячи гривен компенсации. Но вместе с этим, с женой, у него есть почти 3 миллиона гривен официальных и получил он 4 миллиона гривен за прошлый год. Ой-ой-ой, даже нет миллиона долларов, даже нет миллиона долларов, друзья, срочно, срочно денежку кидайте для Валерия Гнатенко с партии восстановления Украины. Он все вам восстановит, это же ваш избранник, народный депутат, народный, это звучит гордо. Что еще, друзья, Харьковская областная военная администрация желает потратить 400 тысяч гривен на распространение своих сообщений в социальных сетях для борьбы с российской пропагандой. Вот так вот, идут по стопам Филатова, вот тендер новый, ребята, давайте мне, мне, мне хотя бы там 10 гривен, и я расскажу все, что говорит Харьковская Ова. Буду каждые 5 минут видео заливать. Что еще, друзья, ну и, конечно же, куда без курьезов, куда без нашего Министерства обороны. Такая большая девушка, замминистра обороны Черногоренко, такая крупная женщина, говорит, по принципу таргетированной рекламы отберут из реестра оберег тех, кто первыми получит повестки от ТЦК. Беспроигрышная лотерея, друзья. Это можно сделать автоматически, задав определенные критерии для поиска возраста, специальности и так далее. С помощью реестра будут идентифицировать тех, кого нужно принудительно доставить в ТЦК. Даже если человек не обновил данные, они все равно есть в других реестрах. Например, он оформлял паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт. Все мы под каблуком, под колпаком, под каблуком этой замечательной девушки. В общем, воздушная тревога продолжается. Очень хорошо все, очень хорошо. Все, что плохо говорят, это ипсо, ипсо. Помогайте депутатам, донатьте, у них мало денег. Берегите себя, всем бобра и до нового выхода на связь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok